Больше 500 рабочих мест появится в Экибастузе благодаря новому заводу по производству феррасплавов. Реализацию проекта обсудили на очередном заседании Госкомиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьера-министра Алихана Смаилова. Годовая мощность завода – 80 тысяч тонн. Продукцию будут экспортировать в Японию, Южную Корею, США, Турцию, страны Европы. Инвесторы намерены вложить в производство 113 миллиардов тенге. Срок ввода завода в эксплуатацию – 2025 год. Рассмотрели на заседании вопросы повышения эффективности нефтяных месторождений и обеспечения объемами работ сервисных компаний. Кроме того, обновили критерии приватизации объектов, а также ряд активов предложили передать в конкурентную среду. В частности, речь идет об авиакомпании «Казак Эйр». Диверсифицировать производство и выпускать востребованную продукцию. Один из химических гигантов страны – Гродноазот – расширяется вопреки санкциям. К 2026 году появится цех по выпуску популярного удобрения – аммиачные селитры в гранулах. Возродят производство продукта, с которого когда-то начиналось предприятие. Но в современной версии это будут гранулы вместо жидкой формы. Удобрение будет с улучшенными характеристиками. Устойчиво к влаге и хорошо растворимо. Цех позволит выпускать до 500 тысяч тонн удобрения в год и обеспечить в полном объеме агрария. Часть экспортировать в основном в Россию. Также в планах возвести еще один цех – гранулированного карбамида. И это лишь часть большой программы по модернизации предприятия. Период санкций использовали для развития. При том, что удобрения – продукт, востребованный в любое время. Производство на азоте ни на день не останавливали. Согласно нашей карте модернизации, у нас поставлено перед нашим заводом несколько задач. Это увеличение мощности существующих цехов производства аммиака с 1620 и 30 тонн в сутки до 2100 тонн в сутки. Соответственно, мы получим дополнительное количество аммиака и диоксид углерода, которое нужно во что-то перерабатывать. Заводом принято решение, что это будем перерабатывать в карбамид. Выпускать будем карбамид мощностью 1500 тонн в сутки. Это новый цех, который создает порядка 120 рабочих мест. Отдаленные селы Кыргызстана подключат к высокоскоростному интернету. Проложили свыше 150 километров оптоволоконного кабеля. Он связал уже десятки социальных объектов, в том числе школы. В следующем году в Нарынском районе к высокоскоростному интернету подключат еще 30 школ. Услуга будет доступна и для бытовых абонентов. По госпрограмме планируется проложить оптоволокно для высокоскоростного интернета в более чем 800 населенных пунктах по всей республике. Чтобы подтянуть уровень компьютерной грамотности и государственных служащих, будет построен тренинговый центр. Скорость интернета у нас сейчас на данный момент 10 мегабит. Подключение производим бесплатно с абонентской стоимостью в месяц 600 сомов. В будущее мы планируем увеличить скорость. Будут охвачены также и больницы, дома культуры, айлокмуты. В общей сложности в рамках проекта должно быть охвачено около 4000 социальных объектов. Почти половина растительности в бразильской саванне Сираду с начала года уничтожена. Это 11 тысяч квадратных километров. Большая часть зоны превращена в фермы или ранчо. Дефицит растительности приводит к увеличению выбросов парниковых газов, которые влияют на изменение климата. Отметим, что Сираду занимает четверть территории Бразилии. Последние 25 лет саванне угрожает промышленное выращивание монокультур, особенно слоевых бобов. На сокращение леса также влияет расширение промышленного сектора хозяйства, сжигание растительности для угля или строительство дам для орошения. Инфляция в Евросоюзе замедлилась до 2,4%. Это самый низкий показатель с 2021 года. Такие данные приводят в отчете Статистического управления Европейского Союза. Резкое падение цен на энергоносители ослабило кризис стоимости жизни, но более высокие процентные ставки сдерживают потенциал экономики к росту. Напомним, в октябре потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,9% в годовом выражении, сократившись в сравнении с показателями месяцем ранее. Субтитры создавал DimaTorzok